МИХАИЛ Михаил, расскажите вкратце про основные вихи существования Галилеи. История совершенно случайная, потому как я после окончания бакинской школы я уехал в Выборг учиться в гражданской авиации. Все мои сны были о небе, я мечтал летать. Так что я учился совсем не на то и не на того. А после окончания Выборга я какое-то время пожил в Ленинграде и потом поступил в Московский авиационный институт на экономическое отделение. Мне хотелось заниматься продюсированием чего-то, организацией каких-то творческих процессов. Но где-то на третьем курсе я понял, что это в мои учат не тому, о чем я мечтал. Но тем не менее я доучился. И мне повезло, что где-то на третьем курсе Московского авиационного института меня взяли на работу в Дом культуры МАИЛ. Была гениальная зам. директора Кручкина Галина Аркадьевна, которая курировала все культурные концертные программы. Она меня взяла к себе помощником. Я окунулся в среду капустников, КВН-чиков, выставок художественных, на всяких конкурсах творческих. И вот в этот момент, где-то на пятом курсе, на выпуске из института, я был готов, собственно, что-то создать для себя. Либо какое-то театральное содружество, либо киносодружество, либо художественное содружество. Так получилось, что в этот момент вокруг меня оказалось чуть больше друзей художников, чем друзей киношников. И первую выставку, которую мы на коленке состряпали, это был 89-й год. Но история галереи по-настоящему начинается с августа 90-го. Это дата, когда официально был арендован выставочный зал на Петровских линиях в Москве. Когда у нас было открытие, вернисаж, фуршет, маленький каталог. Конечно же, это были наши университеты, наши пробы, ошибки, шишки, какие-то моменты славы. Но все это было на очень таком простом уровне организовано. Мы входили в состояние новой эпохи, 90-е года. Никто ничего не понимал. Вообще, даже галереи-то не было в таком количестве, как сегодня. Было несколько галерей, и все они назывались ни именем, ни куратора, ни владельца, ни директора. Все они имели нейтральные названия. И я тогда назывался галереей «Нэушак». «Нэушак» — это новый шаг. Новый шаг — новой эпохи. Мы не сразу стали крокинг-галереей. То есть называться своим именем для Запада это было нормально, когда галерея называется именем галериста. А у нас это началось где-то только в 95-м, 96-м. Это Айдан Салахова. Она была первой, она назвала так грамотно свою галерею Айдан-галерея. Потом появился Гельмен-галерея, потом и потом пошло поехало. Мы знакомились с художниками, собирали их со всей страны, знакомились с их творчеством. И проводили большое количество групповых выставок. Они нам помогали увидеть художника поближе, присмотреться. И редко готовили персональные выставки. Редко, потому что художники были не готовы к большим персональным проектам. Большие проблемы были с мастерскими, с материалами. То есть это нужно было иметь хорошие связи, хорошую возможность, чтобы подготовить большую выставку на свои деньги. Соответственно, вот тут, на этом этапе, мы почувствовали, что участие галереи важно тем, что мы помогаем художникам, мы мотивируем художников. Вот, собственно, где-то с 97-го года мы начали идти в этом направлении. Сейчас, в нынешнее время, 2000-е, мы практически полностью переключились на персональные проекты, на персональные выставки, которые художники готовят с нуля. Мы стараемся показать все новое. То есть своего рода открытие новой выставки, вернее, Саша, это премьера в театре. То есть сегодня мы открываем выставку Алексея Гинтофта, то есть по-разному можем. Значит, эта выставка называется «Путь», это история, так называемая, русско-советского авангарда, мы говорим сокращенно, «Фларионова» до «Филонова». То есть эта история, вы ее можете проследить на портрете одного человека, лидера. Так что это интересно, это неожиданно, так просто вы бы никогда художника не уговорили такое сделать, придумать, да? Все предыдущие выставки, они делались по такому же сценарию. Приходит художник, рассказывает о том, о своем сокровенном, что он хотел бы создать, какую выставку. Мы помогаем всяческими советами кураторскими, искусствоведческими, материальными, материальная помощь по возможности. И мы ждем, мы можем ждать полгода, можем ждать год, можем ждать два года. Вот эта выставка шла к сегодняшнему дню, если не ошибаюсь, месяцев шесть, полгода, а может быть год даже. Продолжение следует...